12 июля православные христиане отмечают один из главных своих праздников – День апостолов Петра и Павла. Церковь называет их первоверховными, то есть самыми значимыми и почитаемыми. Они больше других учеников Господа и Иисуса Христа потрудились на ниве проповеди христианской веры. В Священном Писании, в книге «Деяния апостолов» о подвиге и проповедях Петра и Павла написано больше всего. На главенство над другими учениками апостола Петра указал сам Господь. В земной жизни Спасителя Петр первым исповедовал Учителя Сыном Божьим. За это Господь прозвал его камень, на твердости его веры обещал создать церковь свою, которую не одолеют врата адовы, и дать ключи от Царства Небесного. Еще при жизни Мессии неутомимый и горячий сердцем апостол Петр проявлял свое лидерство. А после смерти, славного воскресения Господа, Петр возглавил христианскую общину. Апостол Павел не был в числе ближайших учеников Спасителя, следовавших повсюду за Господом в его земной жизни. Более того, до обращения в христианство он был яростным гонителем верующих. Однако после чудесного явления ему Господа, Павел стал ревностным проповедником Христа воскресшего Евангелия. 12 июля, по некоторым данным с разницей в один год, апостолы Петр и Павел приняли мученическую кончину за Господа. Православные христиане с древних времен торжественно и благоговейно почитают их память. Эти святые люди стали фундаментом православной церкви, которая и сейчас живет их трудами, совершая таинство нашего спасения уже через преемников апостолов, священнослужителей всех поколений. Из грешников они превратились мучеников и прославителей Бога. И тем самым они показывают каждому из нас путь нашей жизни на земле. Мы также не можем не согрешать, но если мы будем каяться и исповедоваться, то и нас Господь призовет в своих вечных сведений. Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково». Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково» Галина Холодцова, телеранды кальоника «Щелково». Переки Poor People